Всем привет, с вами снова славный дружа Обломов, и сегодня я покажу вам самый офигительный во вселенной рецепт кебабов, потому что я, блин, теперь кебабный бог. Скоро докажу. Мы возьмем вот столько вот куриного филе, мы возьмем петрушечки свежесрезанные, супер мелко все это дело покрошим. Секретный ингредиент для сочности это, само собой, сало. Без чеснока и не надо, а с ним и пусть будет. И еще один ингредиент для сочности и нежности это лук, но тут есть один небольшой нюанс. Даже если вы божественно лепите руками кебабы и у вас правильные вот такие вот широкие шампуры, все равно с лука обязательно нужно сливать сок. Иначе хоть руками, хоть чудесной машинкой, которая у меня тут за кадром стоит, оно все равно будет отваливаться. Слишком жидкий фарш для кебаба это секрет неуспеха. С него мы, пожалуй, и начнем. Лук, конечно, можно было бы руками нарезать супер-супер меленько, но нет в этом никакого смысла по одной простой причине. У нас тут есть мясорубка, и если уж все равно ее пачкать, то почему бы не пропустить через нее все. Чтобы лук нормально усаживался в мясорубку, нужно его как-то нарубить произвольно. Без фанатизма, а так, чтобы чисто он туда пролазил. Почему мы начинаем с лука? По одной простой причине. Нужно, чтобы с него, как я уже сказал, стекла вся жижа. Поэтому пропускать мы будем прямо на сито. И вот так вот пока что оставляем, чтобы с него всякое стекало. Вот такая вот у нас луковая получается котлетина. О, все просыпал, луковая котлетина. Такая же история с мясом. Ну, такая же не в плане, что с мясу нужно сдавать там, стекать чему-то, а что его нужно пропустить через мелкую сеточку мясорубки. Мясо не обязательно нарезать кубиками, можно нарезать вот такими полосками. Она, если зацепляется за шкив, то уже усасывается с концами. И вы экономите время. Ну и без сала и не надо, а с салом и пусть будет. Единственное, что, конечно, шкуру мы прокручивать в наши кебабы не будем. Отдадим ее собачкам. А вот сало, учитывайте, что сало у нас соленое. А найти не соленое сало очень тяжело. Поэтому обязательно учитывайте по соли, было ли ваше сало уже соленым. Но об этом чуть позже. Что касается чеснока, его можно за чеснокодавить, либо замясорубить. Но все равно тогда будет маленькими кусочками через мясорубку. Лучше его замикроплейнить. Тогда вообще пюреха. Вот так вот. Петрушку пропускать через мясорубку бесполезно, поэтому ее нужно супер мелко нарезать. И когда я имею в виду супер мелко, я имею в виду вообще совсем в кашу, вообще в труху. То есть, когда я говорю про труху, я имею в виду прям вот так вот. И, собственно, тоже добавляем все это дело в фарш для аромата. Перец, само собой. Ты что это за палка? Реально какие-то палки мне насыпали сюда. Что за фигня? Так, это нам не надо. Нам нужен чисто перец. Ненавижу эту ступку, но что поделать. Нормальную я не взял из города. Вот такая вот история. Вот так, бодрячком. А также соль. Но, повторяюсь, помните, помните, что сало уже соленое. Ну и вот, собственно, лук отдал всю жидкость и стал вот такой котлетиной. И нашу луковую котлету туда. Собственно, осталось все это дело тщательно вымесить. И тут будет логичный вопрос от подписчиков. Друже, ты говоришь, что это багические кебабы? Да, я говорю, что это багические кебабы. Сколько всего взвешивать в граммах? Сколько до грамма нужно фарша? Сколько чеснока? Сколько грамм нужно соли, чтобы получилось идеально? Ответ очень простой. Граммовочки у меня для вас есть. Все идеальные граммовочки находятся в приложении food.ru. Ну, ссылочка находится в описании. Это офигенное приложение, где только проверенные рецепты, которые проходят модерацию. То есть то, что вы там найдете, это 100% вкусно. И, само собой, просто фоткаете свои любимые рецепты, заливаете туда и делитесь с миром и с друзьями. А то хватит как бабуля в тетрадочке все вот так вот записывать. Качайте приложение food.ru по ссылке в описании. Ищите в приложении по фразе «славные кебабы». Еще один секрет вкусных славных кебабов – это хорошее вымешивание. Можно руками, но я париться не буду, у меня вот такая фиговина есть. Как понять, что вы фарш достаточно вымесили? Я не знаю, вот сейчас Саня попробует туда заглянуть, когда он начинает тянуться нитками. Саня, видно? Вот не знаю. Попробуй в слоу-мо заснять. Короче, в принципе, вот. Видите, он прям такой тянется такими вот волокнами. Это значит, что он нормально вымешан. Он типа супероднородный. Народ, сейчас настало время минутки благодарности. И вы через пару минут поймете почему. Я шарился по ютубу, смотрел, кто что готовит и набрел на такой канал, который называется «Руками Кавказа». Там офигенно зашибенный мужик, просто суперклассный, готовил, и он готовил кебабы. Но речь не про его канал. Он готовил в штуковине, которую я никогда вообще раньше нигде не видел. Она выглядела как коробочка, в которой идеально за секунду припекается кебаб, и он остается идеальным. Я такой, я сразу накатал коммент, я такой, а можно мне такую? То есть он ее как бы рекламировал, и со мной связались в директе, говорят, чувак, ну, бери, упомянешь, что мы такие существуем. Что это такое? Эта штука называется «Ловна». Не сочтите за рекламу, это просто подарок, как сказать подарок, я его сам выпросил. То есть вы кладете вот сюда фарш, зажимаете его поршнем, и фарш идеально формируется уже прямо на шампуре. У них есть свои шампуры, они мне их тоже подарили. Вот, сюда кладется шампур, и через вот эти дырочки, через вот эти дырочки, через поршень фарш выдавливается прямо на шампур. А за счет того, что у этой штуки есть нагревательный элемент, он, кстати, отцепляется, ее можно мыть, он просто выщелкивается, а все остальное можно мыть. Оно за пару секунд припекается, и получается идеальный, сука, по форме кебаб, который просто руками сделать невозможно. Само собой, по данному рецепту вы можете готовить, если вы умеете лепить кебаб руками. Это просто сильно дольше, и он, ну, получится просто кебаб. А в этой штуке он получается идеально красивый. Поэтому, чуваки, с сайта lavna.pro, нижайший поклон. Сейчас вы увидите, как эта штуковина работает. Еще раз, не реклама, вообще реклама, но не за бабки. Просто я выклинчил этот подарок. Мораль просто элементарная. Вы эту штуку открываете, ну, собственно, кладете сюда шампур. У них есть официальные вот эти шампурчики. Здесь есть такие меточки, чтобы, ну, вот, вы можете размер выставлять, как хотите. Дальше просто закрыли, просто с шампуром внутри заблокировали. Открыли эту камеру и зафигачили фарша, чтобы, ну, там, 5 миллиметров не доходило до верху. Это будет, условно говоря, 200 грамм. Я себе руки намочил, чтобы фарш не лип к рукам. Вот так. Это маловато, а это многовато. Плюс-минус вот так. Ну, то есть, эта камера сделана специально идеально. А теперь, смотрите, что мы делаем. Она уже включена. Мы просто берем и этой штуковиной просто вот так в одно движение все это дело продавливаем. Все. Пара секунд. Открываем. Открываем. И мы получаем, ну, да, вот здесь через дырочки оно вылезает, как бы. Но в целом мы поднимаем абсолютно вертикально. Просто посмотрите на это. Просто посмотрите, блин, на это благолепие. Вот как? Это просто идеально. Еще раз повторим. Закрываем эту штуковину. Наполняем камеру новым фаршем. Вот так, в одно движение. И все, и просто закрываем. То есть, смотрите, сколько на это уходит секунд. Типа 10 или около того. Буквально пара секунд. И главное вертикально поднимать его. Бэм. Перфекто. Еще раз давайте по секундам. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Девять, десять, вот, одиннадцать, двенадцать, эть. И закрыли. Раз, два, три, четыре, пять. Открыли. Все. Друзья мои, если это не самые идеальные кебабы, которые вы вообще когда-либо видели, то я не знаю. Я не знаю вообще что. Просто посмотрите на это. Это не кебабы, это произведение искусства. Это в лувре надо выставлять. Это потому что я молодец, если что. Сегодня я затестирую мангал, сделанный по моим размерам, который я записал. Первый раз его фигачим. Я сделал глубокую чашу, чтобы можно было доводить, как сказать, чтобы, короче, не слишком жарко было. Так, давайте я вот так положу. В моей чаше, видите, оно впритык помещается. Прямо впритык. Но нормально. У меня половина мангала много, угля насыпано, а половина поменьше, для того, чтобы оно все как бы доходило, понимаете. Вот, то есть я вот тут сейчас просто задам корочку, а потом уже все остальное. Буквально пару минут и будем переворачивать. Вот так, потому что это очень жаркий, жаркая сторона мангала, но есть и более прохладная. Сейчас нам чисто вот корочка нужна и все. И начинает капать жирок сальца, которая замешана туда. Божественно, просто, блин, богически. Навыки обжаривания чего бы то ни было, это как навыки диджейского мастерства. Что-то где-то погорячее, что-то где-то не такое горячее. Блин, идеально, у меня шампуров хватило прям один в один. Вот, перекладываем тудым-сюдым, доводим до идеала. Ну и с бочков вот так зажимаем, с бочков вот тут обжариваем. Я люблю, чтобы прямо корочка была. А то, если корочки нет, у нас какие-то иногда что-то забодяживать все это. А тут какая тема? Когда у меня корочка уже идеальная, все пахнет просто божественно, и даже собака уже сильно-сильно ожидает... Флора, ты ожидаешь? Она ожидает, что произойдет. То, я, короче, еще не знаю, готовы ли там внутри. Я выгребаю весь уголь, не оставляю угля под ними и формирую вот такую кучку из кебабов. Они просто лежат друг на друге и там 3-4-5 минут доходят, чтобы они были, само собой, это курица, чтобы они внутри были вэлдановые, то есть полностью готовые. Но при этом снизу они уже как бы не горят. То есть они чисто получают с боков в свою кучку немного такого мягкого тепла. Ну а дальше много ума не надо, просто выкладываем все это дело на лаваш. Вот. Кстати, если кому интересно, они идеально снимают... Давайте я даже покажу. Я просто прямо пальцами, смотрите. Просто смотрите. То есть я беру, поджимаю, я просто вынимаю... А, горячо, горячо! Я просто вынимаю шампур и кусочек попробую. Это просто самый вкусный кебаб, который я когда-либо пробовал. Улучшить можно, только взяв бедра, а не грудку. В прошлый раз я брал бедра вот по этому рецепту, и там просто было божественно. А это просто... Божественно минус бедра, но тоже супер сочно получается. Народ, это... Это нежно. Это дымно. Это хрустяще. Это идеально по специям. Это идеально по соли. Это просто 10 из 10. Друзья, я напоминаю, что супер точные громовки со всеми шагами, с фотографиями, со всеми пунктами, с точностью до грамма, все находится в приложении food.ru по запросу славные кебабы. По ссылочке в описании приложение можно скачать. Делитесь там своими рецептами, ну и подбревайте чужие, прошедшие модерацию, кстати. А с вами был славный дружебломов. Кушайте много, кушайте вкусно. Огромное спасибо всем, кто ставит пальцы вверх. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok